Ну что, всем привет! Вы какой класс? Пятый-шестой? Да, пятый-шестой. Пятый-шестой, ага. Вот, и вы занимаетесь музыкой. Давайте немножко про математику в музыке поговорим. Ну, типа, я не знаю, наверное, это можно отнести к сольфеджио. Так, вот, что это? Так, а, так. А вот это? Первый вопрос. Вот вы слышите, да, что вот это очень похоже на это. Ой, на вот это. Правда, да? Вот, потому что это октава, да? А что такое октава? Вот, что означает для звука, что это октава. Вот он звучит, да? Вот он звучал здесь, ля. А потом я его зажал вот здесь, да, кажется? Да, здесь. Вот, если вы посмотрите на длину вот эту, да, длину этой струны. И когда я здесь ее зажал, она как изменилась? А посмотрите внимательно. А посмотрите внимательно. Вот была, и вот она вот так изменилась. Я мог бы взять ми и зажать здесь ми. Ой, не попал. Вот. Да, вот. Ми, 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 ми. Вот посмотрите на полную длину струны. В каком месте я ее зажал? По длине. Вот. В какой пропорции эта струна сейчас разделилась? Пополам. Пополам. Правильно, пополам. Видите, что длина того, что вот здесь осталось, да? Тут вот как бы тоже можно сделать ми, но для этого вот сюда надо зажать, да, чтобы отсюда досюда будет та же самая ми, что и эта. Потому что зажата вот та же длина струны. Вот эта длина, она изменилась в два раза. По закону физики это означает увеличение в два раза высоты звука. То есть увеличение количества колебаний в секунду. Что такое, например, что это за ля такое, да? Вот давайте возьмем ля снова. Потому что ля это нота с известным количеством колебаний в секунду. Кто знает, каким? 440 колебаний в секунду. То есть если я зажал здесь, она колебится 440 раз в секунду. Герц. Это называется в секунду, так пишется. Герц, да? 440 герц это 440 раз в секунду. А если я зажал ее, вот эту ля у половиня зажал здесь, то есть я уполовинил длину струны, увеличил, соответственно, по законам физики, вдвое увеличил частоту колебаний. Значит, это тоже ля, только теперь это 880 герц. Мы воспринимаем звук, который увеличивается в два раза по частоте, как ту же самую ноту. И если в мелодии заменить звук на такой же, только выше на октаву или ниже на октаву, то мелодия не сильно изменится, правда? То есть как бы фальшь никто не почувствует, но просто по-другому сыграл, взял тут верхний ля вместо нижнего. То есть это вы, конечно, понимаете. Я хочу объяснить, как вообще устроен этот струнный ряд, вот нотный ряд, с точки зрения математики. С точки зрения математики мы видим, что когда мы переходим через вот так вот октаву, удвоилось, да. А еще бывают какие-то такие вот созвучия. Вот я, скажем, беру ми, а потом зажимаю вот здесь. Это звучит хорошо, правда? Это звучит нормально. А вот если я, например, вот так сделал, железом по стеклу, да? Чувствуете, да? Вот одно дело ми минор, а другое дело какая-то там случайно зажатая, накладывающаяся друг на друга. То есть гармонично звучит не только ля вместе с ля, но и некоторые другие комбинации. Ми вместе с ля, ми вместе с си. Что это такое? Как отличаются они? Вот если я возьму ми, да, ну будет какая-то частота. Давайте за х эту частоту, например, обозначим. За х, да? Вот. И возьмем теперь, я отсчитал вверх до си, той же самой октавы, где была ми. Вот кто скажет, примерно чему будет равна частота в этом случае? Терминах? Нет, 2х будет у ми следующего. А здесь что-то другое. Будет частота. Почему он звучит хорошо? Почему ми и си звучат вместе очень хорошо? Как это называется по-научному от ми до си? Квинта, да? Правильно? Квинта. Там есть кварта, квинта, да? Я вот наизусть не помню названий всех. Терция есть. Ну, в общем, да, квинта. Значит, соответственно, если вы замерите, если вы замерите расстояние, то есть не то, что расстояние, вы должны просто длину вот этой ноты сравнить с длиной оставшейся здесь ноты. То вот это будет примерно в полтора раза короче. То есть здесь будет примерно полтора раза по х. И из-за этого получается приятное для звука, для слуха звучание, потому что что значит полтора раза? Вот у вас есть одна нота, которая в три вторых, в три вторых, да, полтора, это три разделить на два. Значит, если мы у той ноты, которая более низкая, да, возьмем то, что вы учили, что такое обертон? Это какие-то верхние, да, играющие ноты. Вот если, грубо говоря, струну на три части поделил, то возникнет обертон в три раза более высокий. Вот если эту ми я слышу обертон в три раза более высокий, то у си в два раза более высокий обертон будет звучать ровно так же, как у ми обертон в три раза более высокий. У каждой ноты будут обертоны в два раза, в три раза, в четыре раза и так далее. Вот они будут чуть-чуть звучать. Чем дальше, тем как бы хуже. Но в целом вот эти первые там несколько будут звучать очень хорошо. И поэтому если у нас есть полтора х, то начинается большое пересечение. Удвоенное будет как раз 3 х, потом 6 х будет. И поэтому, именно поэтому она звучит гармонично. Но теперь вопрос. Вот это х, это полтора х, это два х, правда? Получается, что здесь расстояние половины х и здесь еще половина х, правда? А всего октава, да? А сколько в октаве тонов, полутонов? Двенадцать. Двенадцать. Значит, что мы ожидаем здесь увидеть? Насколько полутонов должно быть выше? На 6, да? Проверяем. Семь. Ровно семь. И еще пять остается до следующего ми. То есть от ми до си не шесть, а семь. А здесь остается пять. В чем же секрет? Почему не 6 на 6? Почему так вышло, что здесь не 6 на 6? А 7 на 5? Потому что устояние между звуками меньше, чем у меня 7 на 7. Между ладами. Видите? Видите, что лады сгущаются сюда у гитары? На гитаре очень наглядно это все видно. У всех музыкальных инструментов внутри есть какие-то там зажимы, которые уменьшают, увеличивают длину звука. Это и есть игра. Но на гитаре она видна прямо вот так, что первый лад далеко. Потом чуть короче. Ну, как бы. Но мы-то слышим их одинаково. То есть мы слышим, что отсюда досюда полутон. И отсюда досюда полутон. И, извиняюсь, это тоже полутон. Вот здесь расстояние вдвое меньше, чем здесь. Тогда как же все устроено? Как эту загадку можно разгадать? Ну, разгадал эту загадку очень известный математик. Который у нас в математике, один из знаменитых людей 17 века. Он разгадал загадку этого звукоряда. До этого инструменты строились так. Берется ми и ровно в полтора раза выше будет си. А потом как-то добавляли до ми, и там получались какие-то нисходки, нисхождения. То есть какие-то тональности в результате звучали, аккорды прекрасно. А сдвинул чуть-чуть, как называется, модуляция, да? Модуляцию произвел, например, от ми в фа. И все поехало полностью. То есть тот строй, который был до этого у музыкальных инструментов, он не позволял сдвигать мелодию вверх. Скажем, вот как сейчас зажмешь барре и сыграешь то же самое на гитаре. А до этого так звучало значительно хуже. И Мерсен выдумал, как сделать, чтобы звучало более-менее одинаково. Это жертвой некоторой, он это сделал некоторой жертвой. Значит, что же он сделал? Он говорит, давайте исходить из того, что каждый следующий полутон в одно и то же количество раз выше предыдущего. В одно и то же количество раз. Вот, например, ля будет 440 герц, а ля диез 440 умножить на какой-то вот этот коэффициент, который мы сейчас будем считать. Значит, если так, то кто ответит мне? Так, ля диез, а вот если си, сколько тогда будет здесь? Какая высота? Что надо сделать? Если я хочу, чтобы они отличались в одинаковое количество раз, то что дальше будет? Какая здесь будет формула? Я должен вот это число увеличить в z раз. Как мы это напишем? Ну, кто скажет? Давай. Давайте вместе. 440 умножить на z. Это вот предыдущее. И все это нужно еще раз умножить на z, правда? А что значит z умножить на z? 2z. z умножить на z, это вовсе не 2z. z умножить на z. z в квадрате, да, называется. 2z, это, извиняюсь, z плюс z. Видите, здесь все основано на умножении. Здесь не на сложении, здесь основано на умножении. Значит, си это будет 440 на z в квадрате. Какой следующий полутон? После си. После ля диеза си. А после си? Правильно. Там нет двойной этой, там си диез, это сразу до. Поэтому вот здесь, сколько здесь будет? Правильно. На z в кубе. Так. Дальше поехали. До диез. В четвертой степени. Да. Ре. Пятой степени. Пятой степени. Вы уже проходите степени в школе? Ну, вот так. Так себе, да? Чуть-чуть проходите. Ну, вот сейчас как раз и пройдете. Ре диез. 440. Шестой. Шестой. Ми. Заметьте, что это как раз те самые 7 полутонов, да? Так. Дальше идет кто после ми? Человек. Фа. И фа это 440 на z восьмой. Да? Так. Фа диез. Отлично. Соль. Десятый. Соль диез. И ля. 440. Зед двенадцатый. Но мы знаем, что это что должно быть ля? Ага. Получается? Поделить в двенадцатый. Смотрите, что... Нет, поделить не получится. Смотрите, получается уравнение. 440 умножить на z в двенадцатый равно? 880. Можно сократить, правда, на 440. Получится уравнение? 1 на z на z на 2-й. В двенадцатый. В двенадцатый. В двенадцатый равно 2. Просто вот такое уравнение. Значит, такие уравнения решать вы будете в восьмом классе или в девятом? Квадратное уравнение. Это не квадратное, это хуже. Это уравнение двенадцатой степени. И число, которое здесь будет, оно приблизительно 1.059. Вы с десятичной системой уже знакомы немножко? Вот возьмите. У кого есть калькулятор под боком? О, давай. Возьми 1.059. На 12? Нет, не на 12, а возведи в двенадцатую степень. Да, нужно возвести в двенадцатую степень. И там будет довольно близко к двойке. Сейчас скажешь, какое получилось. Просто вот сейчас физически все высчитаем. Итак. А как возвести? А там нету на этой самой? А там есть? Можно, конечно, 12 раз подряд умножить его на себя. Да, но это долго. Так, а калькулятор? Сейчас я посмотрю, может быть, тут есть степень. Да, вот х степень у, а теперь у 12 пиши. 12, да, и равно. О, диктуй. Сейчас я напишу. Так, так, равно. Да. Ну, в общем, дальше можно не писать, да? По сути, 1.99. Фактически это 2. А теперь давай сделай так. 1.06 возьми и возведи в двенадцатую. Проверим еще вот это вот, что будет. То есть от 1.059 перейдем в 2.0.12. Вот. Мы, значит, зажали число, которое нам нужно, между 1.059 и 1.06. Ну, для простоты, наверное, можно считать, что z примерно равно 1.06. А теперь возведи в седьмую. Сейчас будет фокус-мокус. 1.067. Да. Полтора. Правильно. И теперь мы открываем этот секрет. То есть это число, в которое вот в это количество раз выше полутон от предыдущего. То есть полутон равен вот этому числу. 1.06, 1.059. К сожалению, или к счастью для математиков, тут как бы сколько не уточняй, никогда не закончится уточнение. Это число. Оно нерациональное, да. Совершенно верно. Говоря научным языком. А ты в каком классе? Мы на классе старше, чем все. А. Значит, вы уже даже знаете, что такое дроби, да? Вот некоторые числа дробями не являются. Это число не дробь. Но оно где-то в районе вот этих двух чисел. 1.059 и 1.06 между ним где-то. Зажато. Так вот, как раз получается полтора. То есть 7 полутонов. Это увеличение z в седьмой. Вот в это число в седьмой степени. Оно как раз очень близко к полутора. Поэтому и говорится, что си от ми отличается практически полтора раза. Остальное нашим ушам уже не слышно. Но бах, зараза, это слышал. И все в его время были с гораздо более тонкими слухами. Они слышали разницу. И была борьба против темпорированного клавира вот этого нового, да? Что типа, ну блин, это уже не то, звучание не то. Но потом все-таки настолько удобно делать инструмент с ним, что оно победило. И теперь мелодии можно спокойно вот так модулировать в любую тональность. И каждый аккорд, каждый аккорд модулируется в 12 разных тональностей. кроме... Какого? Смотрите. Что это за аккорд? Это очень хитрый аккорд. Это не минор, не мажор, не септ. Правильно. О, хорошо вы говорите с хоровиками. Это аккорд называется уменьшенный. Если я его увеличу на 3 тона, он совпадет с самим собой. Сейчас объясню, почему. Это вот так. В некоторых песнях так используют вот этот вот как бы прием, да? Уменьшенный аккорд берут на соседних, значит, вот через 3. То есть повтор будет не через 12, а через 3. Почему? Давайте что-нибудь сотрем и объясним этот эффект. Где у нас тряпка, да? Не вижу тряпки, хоть убей. Отлично, спасибо большое. Так, итак, мы узнали, что это за такое число. О, а там же есть вода, да? Придете домой? Можете сказать маме и папе, что познакомились с корнем 12 степени из 2. Да, да, примерно, примерно. Там надо уточнять еще дальше. То есть, например, 1, 0, 59 и еще пятерочку потом написать. Будет еще точнее в 12 степени равно 2. Вот напиши 1, 0, 59 и еще 5 в конце. И возведи в 12 степень. 2, а дальше 3, 0. То есть это уже практически точно равно 2 с очень большой точностью. Ну и дальше как бы каждый раз можно уточнять, то есть между какими соседними цифрами запустить. Чтобы предыдущие как бы в 12 степени меньше двойки, а следующие уже больше двойки. И можно вот так уточнять, 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 и постепенное, значит, извлечение корня 12 степени из 2. Теперь про этот аккорд. Про аккорд. Давайте нарисуем вот такой круг. Вот. Ну, допустим, мы стартуем с ля. Вот так их, значит, на 12 частей поделим все. Это будет ля, диез. Это си, это до, да? Дальше до диез. Ре. Ре диез, да? Дальше пошла ми, фа, фа, диез, соль, и соль, диез. И снова ля. Как устроен мажорный аккорд? Большая и малая. Точно. Первая какая? Большая или малая в мажорном? Большая. Правильно. А дальше? Малая. Картинки рисовали такие на сальфеджио? Нет. Не рисовали? Ой, так гораздо удобнее же, гораздо понятнее. Еще бывает четвертая ступень иногда, да, какая-то дополнительная. Но это уже как бы прибамбасы. Ну, вот мажорный аккорд. Хорошо. Вот я взял этот мажорный аккорд. Ну, пусть даже какая-то там еще ступень у меня есть дополнительная иногда, аккорды из четырех. Вот. Ну, есть или нет, неважно. А вот теперь берем минорный. Тогда как устроена она? В начале малая, потом большая, да? Вот. Вот. И получается это квинта, да? То есть квинта равно сумме большой и малой терции. Если вы в начале большую, потом малую, то это мажор, да? Это звучит так. Прям вот. Вот так. Да? А если наоборот в начале маленькую мотом ажжу, то... И сразу грустно, да, становится. Всего лишь одна нотка на одну полутону, да, уехала вниз и сразу стало грустно. Вот до минора, вот до мажор. Теперь внимание. Допустим, я беру следующую модуляцию. Вот я взял следующую модуляцию. Ну, она началась из этого самого, значит, до диеза, да, там. Ну, и прошла бы, как я, совершенно другим нотам. Вот. Правда, бывают такие, как бы, тональности, которые похожи... Например, я начинаю строить ре диез мажор. Тогда что дальше идет? А вот сон идет. Дальше вот эта нота. То есть ре диез мажор немножко напоминает до минор. Он совпадает в двух нотах. Понятно, да? До минор и ре диез мажор. Вот. Но вот эта нота, она внесет сильный, как бы, дисбаланс. И будет хорошо видно, что это совершенно другой аккорд. Теперь как устроен уменьшенный аккорд. То есть я каждый раз, когда я буду поворачивать, я буду получать совершенно другие звучания. Поэтому у до минора и у до мажора есть 12 сдвинутых вот так по кругу копий. 12 собратьев. В каждой новой тональности можно сыграть тоже соответствующий минор и мажор. А вот теперь как выглядит уменьшенный аккорд? Малая космонавт. Вот. Совершенно верно. Совершенно верно. Но вот я начинаю с до. Малая терция. Малая терция. И, внимание, и опять малая терция. И остается до до. Еще одна малая терция. Вот это вот ля уменьшенный, по-моему, Дим, да, называется. Но он же, очевидно, до уменьшенный. Он же ре диез уменьшенный, потому что можно с разных нот начинать. И он же фа диез уменьшенный. То есть четыре копии при поворотах, получается, четыре копии совпадут друг с другом. И поэтому у уменьшенных аккордов не двенадцать, а всего три. А именно вот такой квадрат, такой квадрат и вот такой квадрат. Все. Три вот таких квадрата. Получается три. Ой, я не туда. Я промахнулся где-то, да? Нет, вы написали один правильно, а потом третий. А, вот третий неправильно, да? Сейчас, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот этот был правильный, следующий пошел правильный, да? А третий пошел неправильно. Ему нужно вот так соединить. Все. Вот они, вот три. Три уменьшенных аккорда. Их не двенадцать, а три. Вот. Ну вот такая, как бы это сказать, такая музыкальная математика. Ну, а теперь давайте перейдем к разным задачикам таким. Просто уже к музыке не имеющим отношения. А, ну, может, по музыке, если у вас есть какие-нибудь вопросы, я, впрочем, может быть, не на все вопросы отвечу. Не знаю. Давай. О-о-о, это я не знаю. Что скажешь, Алексей? Можно, да? Можно перенести. Во как. Так. Ну, хорошо. Сейчас я вам дам задачу. Мы сейчас с вами долго ее будем вместе решать. Задача такая. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, который издал указ. Монеты отныне бывают только двух достоинств. Знаете, что такое достоинство монеты? Да, это сколько? Да, номинации. Да, достоинство только два вида. 101 тугрик и 37 тугриков. А другие запрещены в использовании. Их больше нет. Вот такой закон. Вопрос. Какую сумму можно друг другу передать? Самую маленькую, которую только можно представить. Ну, вот, например, можно ли передать 10 тугриков? А давайте подумаем. Вот у меня есть, там, у нас обоих есть кошелек. У каждого есть несколько монет. Таких, несколько, таких. Так. 37 на 3 это 121. 111. 111, да. Так, значит, я передаю вот так, да. А обратно 101. И вот этот вот алгоритм, это туда 10. То есть, смотрите, мы сумели заплатить 10 рублей, используя вот эти вот две монеты. Правда, сколько угодно раз можно их использовать. То есть, здесь нам потребовалось три раза туда и один раз обратно. Так, можно ли передать меньшую сумму как-нибудь? Да. Так, как мы поступим, чтобы передать меньшую? Ну, обратно, это мы 10 в обратную сторону просто передадим. А вот что-то более? Ну-ка. Меньше 10 можно ли передать? Это, допустим, мороженое там стоит меньше 10 рублей. А, ну если только 2 по 37. Так, а если мы возьмем 2 по 37, то мы передадим 74, да? Ну, это большая сумма. Или что-то еще потом сделаем? Потом вычтем это из 101. Из 101 будет 27. Ну-ка, кто мне скажет, как передать меньшую какую-нибудь сумму, чем 10 рублей? Ну, или рублей тогриков, да? Ну-ка, придумайте мне. Придумайте алгоритм, как это сделать. Заметьте, подсказка небольшая. 20 рублей передать можно, правда? Да. Один раз 10 передал. И второй раз 10 передал, получилось 20. А здесь можно ничего не передать? Ну, можно 0, конечно. Да, ну вот из положительных, какую самую маленькую? Из положительных, какую самую маленькую можешь передать? Рано или поздно, при перенажении число 101 будет увеличиваться, и рано или поздно оно достигнет 38 при разнице. Тогда можно будет передать эту другую. А что значит 38? Вот 101, что я делаю? При перенажении 37, рано или поздно, количество, разница между перемноженным количеством 37 и 101 станет 38. А как это сделать? А как это сделать? Вот конкретно, сколько раз надо передать 101? 37 раз. Но если я передал 37 раз 101, я получил 37, 37, да? Если я теперь обратно 37 передам, у меня будет 37 и 2 нуля. Надо что-то придумывать похожее, но что-то другое, чтобы получилось. Вот прям это самое. Но смотрите, подсказка стоит в том, что 20, да, можно передать? Мы дважды передаем по 10. То есть 6 раз 37 туда, 2 раза 101 обратно. Так, давайте еще думать. Возможно. Возможно. Ну, кто придумает что-нибудь еще? Кто может мне передать меньше 10? Я. Я могу нисколько не передавать. Нет, но не ноль. То есть какую-то положительную величину. Хорошо. Вот смотрите, если я 30, 30 же я могу передать, да? Ну, вот я. Если взять 101 по 2 раза, 7, взять еще по 2. Ну, это будет довольно много. Но вот на основе 30, смотрите, мы можем передать 30, но мы же при этом можем 37 одним разом передать, да? Вот возникает семерка. Пусть возникает меньше, мы ее отдадим. Логично. Понятно, да? То есть вы передаете туда 37 и обратно 3 раза по 10. Если вы уже научились передавать 10, то вы можете передавать 20, можете передавать 30. Ну, хорошо. Кто 3 может передать? Ну? Как передать 3? Это, получается, можно дать 37, и чтобы... А, нет. Ну-ка. Если мы можем передавать по 10, то мы можем передать десятками 4 раз? Конечно. Молодец. Передаем 40. Это 4 раза по 10, да? Вот так, правда? Туда 40, а туда 37. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько раз я в результате передал 37. Вот, когда я передаю... 12. О, 12, да? 12 раз по 37, я пишу это как умножение, да? 12 раз по 37. Минус... А сколько раз я 101 передал при передаче 40? 14. 4. 4 раз по 101. И это 40, да? Теперь я еще раз 37 обратно возвращаю. Это 13. Нет, уже 11. А, это 11. 11 на 37 минус 4 на 101 равно 3. Итак, если 11 монет по 37 передать в одну сторону, и 4 монеты по 101 в другую, то это будет 3. Да? А почему эта задача? Задача это из Сирии. Там есть целый ряд олимпиадных задач в школе, в каких-то 5-6 классах. Олимпиадные задачи о том, например, как Гарри Поттеру сварить яйцо, если у него есть два вида песочных часов. Это примерно о том же. Ну, такая задача там, нужно сварить яйцо, но есть только песочное, нужно там сварить яйцо за, допустим, за 3. За 3, его нужно 3 минуты варить, но у него песочные часы только 101 и 37 минут отсчитывают. Это вот недавно встретилась такая задача в Олимпиаде Московской для 4-х классов. Нужно было, значит, отмерить 3 минуты. Вот мы отмерили, видите, как это делается? Вы ставите раз за разом часы на 101, вот так вот ставите, 101, 101, 101, 101. И одновременно вы перезапускаете по 37, 11 раз вот так запускаете по 37. И в момент, когда четвертый раз часы по 101 полностью пересыпались, в этот момент вы ставите вариться яйцо. И в момент, когда 11 раз закончился вот это пересыпание в часах по 37, у вас как раз 3 минуты и отмерилось. А кто 1 заплатит? Вот 3 мы умеем, а как сделать 1? Как сделать 1? Вот где? Тут уже видно, где на самом деле. Да, правильно, 10 раз передашь по 10, это будет передача 100 рублей, а 101 передается одной монетой. Но давайте вычислим, какие будут при этом количество денег, которые будут переданы. Итак, так, 30 по 10, ой, по 37, да, так, и 10 по 101, и это равно, получается у нас 100, правда? Это равно 100. А теперь мне надо передать единицу, это значит, что мне нужно еще раз 101 убрать, тогда будет 30 раз по 37, минус 11 раз по 101, будет минус единица. Знакомы с такими? Да. Ну, а если мы перевернем все это наоборот, да, в другую сторону будем передавать, то будет плюс единица. То есть 11 раз надо передать 101, а потом обратно 30 раз по 37, и получается единица. Вот эти вот коэффициенты, они как раз задают алгоритм, алгоритм передачи одного, то есть это мы реализуем, как бы, мы реализуем передачу самой маленькой ценности, которая только есть здесь в этой, может быть передана целая ценность, равной единице, с помощью 101 и 37. Вот, он стоит том, что нужно 11 раз взять 101, а потом вернуть 30 раз по 37, это будет как раз 1. Но если вы умеете 1, понятно, что вы умеете все. То есть это означает, что любую сумму можно передать. То есть исходная вот эта, исходная ситуация, она совершенно равносильна тому, что просто есть одна монета в один, тугрик, и просто ею рассчитывается. Так, а теперь еще один вопрос. Давайте теперь у нас в королевстве другие монеты. 42 тугрика и 12 тугриков. Какую самую маленькую сумму можно передать? Так, сейчас. О, начнем с того, что можно передать 6, да? 42. 42. Один раз, а трижды 12, это 36. И вот мы передали 6. Так, а можно меньше? Давайте думать, как? Можно 6. 6 по 6. 6 по 5. 6 по 5. Будет 30. 6 по 5, будет 30. 6 по 6. 36. 6 на 7. 6 на 7. 6 на 7. 42. Ну, так вот. 6 на 2, 12. Нет, 0 всегда можно, это понятно, да. Но? 12 здесь по 2 раза, получится 24. 4. 6 по 3 раза. 18. Получится 6 снова. А можно ли? А можно ли? А можно ли? 3 передать, например. Или нельзя? Ну, давайте я вас не буду мучить. Нельзя. Любая сумма, которую вы передаете этими двумя монетами, должна делиться на 6, потому что каждая из этих номинаций делится на 6. И когда вы сколько раз вы не передаете, если что-то делится на 6, вы сколько раз не передаете, все равно это будет сумма делиться на 6. Это понятно, да? Поэтому этими двумя монетами вы ниже шестерки не забежите. А как называется шестерка по отношению к этим двум числам? Учили ли вы это на арифметике? Так, близко, близко, близко. Значит, есть такая концепция наибольший общий делитель. Наибольший общий делитель чисел 12 и 42 равен 6. И в этом как раз и есть причина того, что меньше 6 передать никак нельзя, а 6 можно. А какой же наибольший общий делитель исходных двух чисел? 101 и 37. Ну-ка. 37 никак. Оно не может быть, там только будет уже ровное число, 37. Да, а среди целых какой наибольший общий делитель? Какой? 1. Правильно. 1. И действительно, если бы был не 1, а большее, то мы бы не смогли единицу передать, потому что они бы делились на это большее оба, и все операции бы всегда приводили к делимости на это большее. Вот. А так как 1, то, соответственно, вот он 1 и есть. И из-за этого получилось его воссоздать. Числа, которых наибольший общий делитель равен единице, называются взаимно простые. Взаимно простые. Числа взаимно простые. Они при этом могут быть непростые. В данном случае они просто… О, кстати, а кто знает, что такое простые числа? Которые только на один и на себя. Да. В данном случае они оба простые, и тогда это гарантировано, что они взаимно простые. Различные простые числа не могут иметь общих делителей, кроме единицы, потому что каждый из них имеет только два делителя, себя и единицу. Но взаимно простые могут быть и необязательно числа, которые сами простые. Например, 10 – это число непростое, правда? Так, а возьмем еще число. 21. Вот смотрите, это дважды 5, а это трижды 7. В разложении разные входят простые. Эти числа оказываются взаимно простыми, но каждая из них непростая. Тем не менее, нот равен единице. Очевидно, что один тугрик можно передать 21 в одну сторону и два раза в другую. Вот это, на самом деле, такое уравнение называется основное уравнение арифметики. Это когда какие-то два числа заданы, любые два числа заданы, какие-то а и б. Вы буковки любите или не очень? И мне нужно представить ситуацию так, чтобы сколько-то раз по а отнять сколько-то раз по б равно плюс-минус 1. Для взаимно простых это всегда возможно, но, между прочим, это довольно сложная теорема, что для любых двух взаимно простых чисел можно будет передать единичку. Ну и обычно это говорят, вот если здесь m раз, а здесь, например, n раз, то m умножить на а минус n умножить на b равно плюс-минус 1. Такое получается уравнение. Оно называется уравнение диафанта или основное уравнение арифметики. Ну и там в школах с математическим уклоном раньше, когда я учился, во всех уголовных школах такое уравнение очень долго, усиленно изучалось, решалось. То есть ученики выучивались решать его просто на автомате. То есть им дают а и b. И они очень быстро раз, 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 раз и находили соответствующие целые кратные m и n, которые нужно взять. Вот, это вот, так сказать, небольшое введение в арифметику. Так, давайте задачку еще одну мы с вами разберем. Ну, тогда давайте задача. Задача такая. Есть детский сад, в нем 100 кабинок, и у каждого ребенка своя кабинка с номером. Вы еще помните детский сад? Ходили в детский сад? Помните детский сад? Ну что, номера кабинок, да? Номера кабинок. От одного до ста. Приходит воспитательница и начинает играть с детьми в такую игру. По хлопку они все свои, первое, первое, по хлопку все кабинки открываются. Потом по второму хлопку закрываются те, которые четные, то есть делятся на два номера. По третьему хлопку открываются те, которые делятся на три номера. По четвертому хлопку не открывается, меняется свое положение. То есть, например, что происходит вот с шестым? Давайте изучим. Что происходит с шестым? Каждый раз она, вот смотрите, первый хлопок, она открылась. Давайте вот так, открылась. Так? Второй хлопок закрылась. Третий хлопок открылась, потому что была закрытая. Четвертый хлопок ничего. Шесть на четыре не делится. Пятый хлопок ничего. Ничего. Шестой хлопок закрылась. Седьмой, восьмой и так далее уже очевидно ничего. То есть, шестая кабинка вот так вот четыре раза она открывалась и закрывалась. Так, так, а вот, например, кабинка номер 37. С ней что произошло? Она закрылась. Да. Она закрылась. То есть, она открылась и через на 37-й хлопок она закрылась. Так. Первый вопрос. Можете ли вы найти какую-нибудь кабинку, кроме первой, которая после всего этого упражнения, после этой игры останется открытой? Просто открытой. Вот первый, очевидно, будет открытой, потому что она только в первый момент открывалась, дальше ее уже все это не касалось. Дальше были делящиеся на два, делящиеся на два. Ну вот да, вот они вначале все закрыты, да? По первому зову все открываются, потом некоторые закрываются, открывается кто-то там. Вот нужно найти еще какой-нибудь хотя бы одну, а потом мы, значит, решим в общем задачу. Какую-нибудь одну кабинку, которая будет после всего упражнения вот этого открытая? 100? Ну вообще, на самом деле, я могу сказать, что 100 будет открытой, но это не очень просто найти. Знаете, для этого нужно понять, На какие числа делится 100, да? Ну-ка давайте. 1, 2, кое-что пропустили. На 4 делится 100. 8. На 5, на 8 не делится. Ну, так будет не цело. Не цело, не цело не считается, то есть они должны вот кратные, на 8 будет кратные 8, 100 не кратное. Следующее число 10, да? Так, на что еще делится 100? На 20. Так, на что еще делится 100? На 25. Правильно, на 25. Дальше. На 50. На 50. И? И на себя. Открылась, закрылась, открылась, закрылась, открылась, закрылась, открылась, открылась, открылась. Один пример есть. Отлично. Так, а теперь задача. Найти все открытые кабинки. Кто еще найдет какую-нибудь открытую кабинку? Туалетная, да? Но она не участвовала в розыгрыше. Так, кто придумает еще какую-нибудь открытую кабинку? Три закроются. Три на первый сигнал открылась и на третий закрылась. Так, думаем. Перебираем, перебираем. Два тоже открылась, потом закрылась. Четыре. Смотрите. Четыре открылась в первый момент, закрылась во второй, в третий не менялась и открылась в четвертый. Так. Тут очень много было. Но можно, кстати, все нарисовать. Вверх-вниз, 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 вверх. Это 100. Так, мы нашли кабинку с номером 1, кабинку с номером 4 и кабинку с номером 100. Кто еще что-нибудь найдет? Нет. 12. Кстати, 12. Давайте посмотрим. 12 очень много делителей. 1, 2, да? Дальше. Нет, тройку пропустили. Первые 4 все являются деятелям 12. Что еще? 6 и 12. Открылась, закрылась, открылась, закрылась, открылась, закрылась. Значит, 12, 5, открылась и закрылась. Оно простое. Все простые числа один раз откроются и один раз закроются. Нужно что-то найти и какое-то еще. Ну-ка. 10. 10. У него 4 делители. 1, 2, 5 и 10. Открылась, закрылась, открылась, закрылась. Пока нашли 3 открытых кабинки. Хотите, я дам подсказку, сколько их будет? Их будет 10. Это подсказка. Это очень серьезная подсказка, если немножко подумать. Что такое 10? Чего здесь 10? Еще особенно аккуратно подумав о том, что это за номера 1, 4 и 100, которые мы уже нашли. Вот как решается, да, сейчас будет следующая моя лекция, да, здесь, будет о том, как решаются олимпиадные задачи. Она будет для школьников в университете в УРФУ, в УПИ. Вот кто догадается, как должен выглядеть следующий номер кабинки. У нас только 100. Ну-ка. 40? Нет. Надо догадаться до чего-то. Ну, хотите, пройдемся дальше по кабинкам и найдем просто физически следующую, и потом уже, наверное, будет понятно, там что-то происходит. Так. Ну-ка. 16. Какие делители у числа 16? Нет, 1 в начале. 1, 2, 4, 8. Нет. Да. Открылась, закрылась, открылась, закрылась, открылась. Добавляем. 50. Нет. 50. Давайте проверим. 50 у него делители. 1, 2, 5, 10, 25 и 50. Открыл, закрыл, закрыл, открыл, закрыл. Счетное количество. Поэтому будет закрыто. Нет. Ну, во, кто-то сказал 64. Неплохая идея. У 64, как у 16, делители это степени двойки, потому что 64 это дважды 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 два. Шесть раз. Поэтому осталось еще 32 у него и 64. И вот вам, пожалуйста, их семь. Значит, кабинка будет открыта. Так, мы уже нашли. Раз, два, три, четыре, пять. Осталось еще пять. Смотрите внимательно. Ну? Есть идея? Нет. Следующая степень двойки. Ну, она слишком большая. Нет. Тут надо что-то что-то другое. Ну, давайте прям последовательно. Пятерка будет закрыта, потому что это простое число. Правда? Туда и обратно. Семерка по тем же причинам тоже будет закрыта. Это простое число. Туда и обратно. Про восьмерку что скажем? Сколько делителей? Четыре. Четыре. Один, два, четыре, восемь. Она будет закрыта. Что с девяткой? Какие делители у девятки? Три. Три. Один. И девять. Открылась, закрылась, открылась. Отлично. Может быть, уже можно догадаться, что это за числа? Нет. Что это за числа? Давайте их перечислим в нормальном порядке. Один, четыре, девять, шестнадцать. Потом что-то такое. И где-то там шестьдесят четыре и сто еще есть. Но у нас есть пропуски. Еще четыре числа. Кто это такие? Кто это такие? Тридцать шесть. Тридцать шесть. Еще? Нет. Что такое тридцать шесть? Это степень тройки. Нет, нет, нет. Степень тройки это двадцать семь. Это шесть на шесть. Правильно, это шесть на шесть. Все, понял, да? Квадраты все. Двадцать пять, сорок девять. И последняя, которая не хватает здесь. Правильно. Их десять, и это квадраты, как говорят математики. То есть числа, которые получаются умножением числа на самого себя. А давайте поймем, почему они будут открыты. Давайте поймем, почему. И почему только они будут открыты. Давайте возьмем какое-нибудь любое число. Вообще любое пока число. Ну, двенадцать, да? Двенадцать. Вот у меня есть делитель единицы, правда? А если я двенадцать разделю на один, то получится тоже делитель. Чему он будет равен? Двенадцать. Так, идем дальше. Следующий делитель числа двенадцать? Два. А если я двенадцать разделю на два? То шесть. И они тоже в паре друг с другом при умножении дают двенадцать. Правда? Дальше. Три. Три. А если разделить двенадцать на три? Четыре. Все делители разбились на пары, которые при умножении друг на друга дают число двенадцать. Правда? Ну тогда, когда вот в этом месте откроется шкафчик, он в этом закроется, да? В этом открылся, в этом закрылся, в этом открылся, в этом закрылся. То есть, когда есть четное количество делителей, четное, то ящик будет закрыт. А когда же этот закон нарушается? Когда он нарушается? Вот, например, почему у девятки всего три делителя? Девять разделить на один, это что? Девять. А девять разделить на три? Три. То есть, получается, что... Само на себя замыкается. То есть, количество делителей будет нечетным. Если есть такой делитель, Да, что само вот это вот наше число n при делении на d дает d. Но это то же самое, что n равно d умножить на d. То есть, вот 9 равно 3 умножить на 3. 16 равно 4 умножить на 4. То есть, в списке делителей должен быть самозамыкающийся на себя. А самозамыкающийся это тот, который как раз при умножении на себя дает число. То есть, это и есть квадраты. Тогда будет нечетное количество, и тогда будет именно этот эффект с открытым ящиком. Ну вот, небольшое введение в арифметику. Все, гуляйте.